Реакция, например, России на вчерашние высказывания Трампа. То есть они видят в этом не только сейчас, в принципе. Если мы проанализируем то, как анализировалась американская политика энергетическая, скажем, лет пять тому назад, то тогда уже писали о том, что российские аналитики, о том, что, мол, это агрессия Соединенных Штатов, она направлена против российского газа в Европе. Наступление. Наступление, да. Это, кстати, этим мотивируется то, почему Россия, начав войну против Украины, на самом деле она не агрессию проявила, а обороняется на дальних подступах. Это они так аргументируют. Вот мы в рамках нашей работы по исследованию невоенных компонентов гибридной войны, которая скоро будет опубликована под названием «Войны 21-го столетия, полигибрессия России». Как раз приводим вот эти аргументы, которые нам кажутся смешными, потому что это конкуренция, это естественная конкуренция разных поставщиков, потоков, разных условий поставок. Это то, что естественно для экономики. А ими воспринимается как некий акт скрытой агрессии, которой они должны противостоять. И, соответственно, вот эти поставки, которые начинаются уже на регулярной основе американского жирно-природного газа, они расценивают как попытку Соединенных Штатов там прервать реализацию проектов типа «Северный поток-2», например. Или там «Турецкий поток в Черном море». Понятно, что американские поставки газа, ну, какие любые другие, они будут увеличивать конкурентность на рынке и уменьшать доходность традиционных поставок, в том числе и российского газа, особенно если учитывать, что Россия традиционно проводит через «Газпром» политику эскалации цены на поставляемый газ, с тем, чтобы максимизировать выручку. И поскольку ситуация с таким проектом «Северный поток-2» очень деликатная для Европейского Союза, то, естественно, в Москве чувствуют, что этот проект может так и не состояться, при всем том, что сейчас демонстрируются определенные успехи, лоббирование, продвижение этого проекта. Но он раскалывает ЕС изнутри.